То, что общение с кошками полезно для здоровья человека, бывалые кошатники не сомневаются. Говорят, кошки лучшие друзья тех, у кого скачет давление. А кошачье мурлыканье помогает быстрее заснуть людям, страдающим бессонницей. В приюте Ласка таких пушистых лекарей 16 вольеров, в каждом по 4 животных. Мы надеемся, что открыв эту котокомнату, часть животных отсюда как раз туда переедут. И люди, когда будут приходить с ними, более близкий контакт налаживать, вероятно, и пристройство пойдет быстрее, что кто-то будет влюбляться и уже не сможет уйти, не взяв на плечо с собой какую-нибудь кисоньку. Претендентов на переезд достаточно. Кузя один из первых в очереди. Он был домашним котом, но его бывшие хозяева развелись. Имущество разделили, а кота поделить не смогли. Хотели усыпить, но пожалели, принесли Ласку. Ну, кот хоть как бы и был домашний, но особо за шерсть его не ухаживали, поэтому нам пришлось его побрить, его свозили в грунтый салон. Тихо, тихо, Кузя. Единственное, что они сделали, они его кастрировали, пока он у них жил. Ну, кот уже такой пожилой, больше 6 лет, но очень ласковый, когда, ну, немного смущается. Кота комнату решили сделать вот в этом небольшом помещении. Здесь совсем нет ремонта, лишь установлены пластиковые окна. По словам руководителя приюта Софьи Куликовой, чтобы навести порядок, поставить кошачьи домики, оборудовать уголки отдыха для людей, потребуется 230 тысяч рублей. Мы сначала думали какую-то плитку, но решили, что плитка будет сильно, ну, как бы, холодно, что ли, и как-то по ощущениям и так далее. Вот. Ну, обои просто могут драть коты, поэтому мы остановились на варианте какой-то покраски. От необходимой суммы пока удалось собрать 50 тысяч. Деньги поступают от обычных людей, которые желают помочь. В интернете запущено так называемое народное финансирование. Сотрудники приюта уже договорились со строителями, которые готовы за месяц сделать в кота комнате ремонт. Приходить и общаться с животными можно будет совершенно бесплатно, ведь любовь и внимание людей для этих мурлык – самое дорогое, что может быть. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».